Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ с последними событиями к этому часу. Небольшой анонс о том, что будет в нашем выпуске новостей. И крылья есть, да некуда лететь. Незаконный ввоз голубей пресечен на границе Дагестана с Азербайджаном. Юные защитники Отечества в деле. В Махачкале прошел конкурс по сбору и разбору легендарного автомата Калашникова. Азарт и опасность рядом. О покорении вершин из льда и снега в сюжете наших корреспондентов. Полицейские раскрыли работу нелегального кирпичного завода в Дагестане. Как установили оперативники, местный житель 72-го года рождения на протяжении двух лет осуществлял незаконное производство. Бизнесмен при этом не имел лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов. В результате противоправной деятельности злоумышленник получил доход в размере около 37 миллионов рублей. Оперативниками Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу пресечена незаконная предпринимательская деятельность в Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Дагестан с территории Азербайджана пытались нелегально провести 49 голубей. Однако необычный груз не остался незамеченным и был задержан на границе двух республик. Содержались птицы в картонных коробках. Перевозивший голубей гражданин не смог предоставить ветеринарно-сопроводительных сертификатов и других документов. Учитывая, что болезни птиц являются опасными как для животных, так и для человека в целях предотвращения возможного заноса опасных инфекционных заболеваний на территорию Российской Федерации, принято решение о запрете ввоза голубей. По словам самого перевозчика, птиц он вез в подарок знакомому. Контролирующие службы щедрый, но незаконный подарок не оценили и составили административный протокол в отношении нарушителя. Кто быстрее разберет и соберет автомат Калашникова? Накануне предстоящего Дня защитника Отечества в Махачкале прошел конкурс по скоростной сборке оружия. Организаторами стали движение «Волонтеры Победы» и исторический парк «Россия. Моя история». Подробнее с места событий Карина Баталова. До мирового рекорда в 11 секунд этим детям еще далеко. Но, как говорится, и Рим не за один день строился. Навык быстрой сборки крайне необходим чрезвычайно опасной ситуации. Важно отточить мышечную память, ведь когда мозг уже отказывается думать, руки делают это на автомате. 15-летняя Патимат не боится сломать ногти при попытке снять оружие с предохранителя. Волнение этого задания лишь начало в ее долгой подготовке. Девушка хочет поступить в военный вуз, а значит, женские слабости придется оставить в стороне. Меня научил учитель по ОБЖ. Это у нас идет как норматив, и он готовит меня с сентября. А почему вот такой интерес к оружию? Я не знаю, мне просто понравилось. Я пришла один раз на дополнительные занятия, увидела, что там занимаются, и мне тоже захотелось научиться. Со школы университетов ребят учат обращаться именно с этим российским автоматом. Главное преимущество этого оружия, что из него можно стрелять как натовскими, так и советскими патронами. Именно двойной стандарт считают специалисты сделок Калашников столь популярным на мировом рынке. Автомат Калашникова и его мотивация – самое распространенное оружие в мире. За шесть лет было создано около 70 миллионов экземпляров. Они состоят на вооружении 50 иностранных армий. Помочь разобраться в сложностях устройства оружия вызвали специалисты республиканского военкомата. Школьникам по несколько раз показывали и объясняли, из чего состоит автомат и как с ним работать. В мирное время, конечно же, эти знания ни к чему, но в случае чего станут жизненно необходимыми. Здесь сегодня присутствуют активисты движения юно-армейцы, также волонтеры Победы, студенты и школьники из разных учебных заведений в городе Махачкай. А по какому принципу их отбирали? Тут такого принципа не было. Любой желающий мог принимать участие. В этот же день в рамках всероссийского проекта «Эстафета поколений» состоялась неформальная встреча студентов дагестанских вузов с ветеранами Великой Отечественной войны и офицерами вооруженных сил. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. В Дагестанском педагогическом университете прошла профилактическая встреча сотрудников МВД со студентами. Конференция была направлена на развитие правового сознания в образовательной среде. Студентам рассказали, какая работа проводится правоохранительными органами в республике. Говорили о необходимости соблюдения и знания законов. Я всегда говорил, вот когда говорят о трагедии где-то в Сирии, в Ираке, это кажется очень далеко. Когда говорим о трагедии, то, что произошло в Кизляре, в церкви, тоже вроде бы там и касается. Я всегда своим сотрудникам говорю, а если бы на месте этих женщин были бы вашей матерью? И это произошло бы только потому, что ты этого не сделал своевременно, не сработал, не изъял это оружие, не работал с этим человеком, чтобы его размагнитить от этих всех людей и так далее, и так далее. А кого бы было теперь? Вот именно такие вопросы нам надо себе задавать, чтобы, вот, извините, все, что происходит вокруг нас. Более 62 тысячи учебников поступило в школы Дьербента. Накануне Управление образования города организовало процесс раздачи книг в образовательных учреждениях. Первой стала 11-я школа. Она получила 9 тысяч учебников. На них уже нанесены голограммы и порядковые номера. Наша школа получила книги для обучающихся практически с 1 по 10 класс. Те учебники, которые были нами заявлены. К сожалению, не все учебники, не по всем предметам мы их получили, но в основном по процентам на 70-80 нами получены учебники. Не, ну у нас и так уже были учебники, нам всем раздали, кто-то купил что-то. Но сейчас, если у кого-то чего нет, то он может взять в любое время учебник. Напомним, с ноября прошлого года власти республики решили устранить данную проблему и обеспечить детей стопроцентным охватом книг. Поэтому из резервного фонда правительства России были выделены средства на приобретение школьных учебников. Накануне в честь Всемирного дня родного языка в школе Ватан прошел фестиваль «Живое наследие». В нем принимали участие ученики со 2 по 4 класса. Они читали стихи на родных языках, представили миниатюры и отрывки из народных сказок и легенд. Детям была представлена возможность ознакомить присутствующих и со своими национальными костюмами, традициями и историей. По словам организаторов, подобные мероприятия положительно влияют на воспитание подрастающего поколения. В духе патриотизма и любви к родному краю. Покорить замерзший водопад и получить свою порцию адреналина. Экстремалы со всего Дагестана съехались в Хунзахский район. Там проходил фестиваль по ледолазанию. Мой коллега Курбан Рагимов побывал в Высокогорье и проверил лед на прочность лично. Удар ледорубом, шаг наверх. Еще удар и ты на пару сантиметров ближе к вершине. Восхождение требует особой техники. Вот такими простыми и поступательными движениями за забека Исмаилова добирается до нужной отметки. Студентка первого курса ДГТУ рушит стереотипы. Покорять ледяную гору в Дагестане способны не только мужчины. Сверху вниз смотреть просто времени нет. Ты думаешь о ногах, о руках как бы залезть и зацепиться. Мы вроде приехали с девочками, но нас записали как команду и решили полазить немножко. Все ради забавы. Вот так в республике осваивают новое спортивное направление. Задача как можно быстрее забраться на ледяную глыбу. Однако оценивают здесь не только скорость подъема, но и технику. Результаты спортсменов из одной команды суммируются. К старту подходят со всей ответственностью. Готовишься как на соревнования по борьбе, так всегда? Конечно. Ответственность большая. Команду нельзя подвести. И тренера нельзя подвести. Надо за команду. Мухаммад Муртазалиев экстремал до мозга костей. Подобные фестивали он не пропускает. Здоровый образ жизни. Ты ходишь на природе, дома не сидишь. Как мужчина ходишь там в горах. Как горец. Как горец, да. Как наши предки. Они как там в офисах сидят. Это не то. В Дагестане должны ходить, лазать везде. Чтобы своим предкам, чтобы своим потомкам показать, как надо. В отличие от искусственных трасс, тут все действие проходит на замерзшем водопаде. Этим и уникален чемпионат в Хунзахском районе. В январе сотрудники МЧС заранее проверили ледно-прочность, придали рабочий режим. Толщина этого льда от 3 до 5 метров. Этого вполне достаточно, чтобы начать восхождение. Но еще больше впечатляет высота этого замерзшего водопада. Здесь порядка 40 метров. Взять эту высоту можно только в спецэкипировке. Главное, конечно, страховка. На голове каска, в руках ледорубы. А на ногах так называемые кашкоботы. Весят они по пару килограмм. Накануне у спортсменов был тренировочный день. Они могли попробовать свои силы вне соревнований. Чтобы ребята почувствовали, кто не готов, чтобы они могли самопроизводно отказаться. Вот такой момент присутствовал вчера. И что, нога отказались? В Дагестане никто не отказывается. Смелые и отважные. Покорение ледяной горы – испытание непростое. И осколки от ударов сыплются на голову, колени и локти в синяках. Крутизна подъема – 90 градусов. Все это придает участникам сложности и адреналина. Если честно, очень тяжело карабкаться по льду. Тем более, ты карабкаешься на ледоколы, на ледорубах. И тяжело оценивать траекторию. По восхождению, поскольку тебе нужно втаптывать ноги в лед, сами ледорубы и идти вверх. Не очень легкое занятие, но, так сказать, подбадривает и, конечно же, гоняет кровь по организму. Фестиваль здесь проводят уже в четвертый раз. В этом году в Высокогорье приехали экстремалы из 20 команд. В каждой по три человека. Этот турнир призван показать туристический потенциал региона. Это очень мощный импульс развития экстремальных видов туризма. В этом плане у нас есть море, горы, реки. Каждое из этих направлений будем активно развивать. Увидев это уникальное место, как здесь она завораживающе замерзает, мы решили здесь провести соревнования года четыре назад. И тот год было девять команд. И участников, может быть, и мало было, но любителей посмотреть, желающих очень много было. С каждым разом растет не только количество участников, но и уровень их подготовки. Дагестанцам экстремальный спорт пришелся по душе. Осенью в Гунибском районе планируют провести чемпионат России по поисково-спасательным работам. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. Смотрите нас также в YouTube и в Instagram. Всего хорошего. Приятных вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова